Иисус Христа Иисус Христа Я прошу тебя, подумай, чем ты лучше их И измени свои приоритеты жизни И стань частью Божьего плана Иисус Христа Иисус Христа Иисус Христа Расмышления из города Мпанда, Танзания, Африка. Именно так мы и назовем нашу новую телепередачу. Вместе с миссией Restoration of Hearts мы находимся здесь с проповедью Евангелия Иисуса Христа. Каждый вечер мы проводим инвенционные крусейды, где тысячи людей принимают Иисуса Христа как личного спасителя. Бог простирает свою руку для явления многих чудес и знамений. И находясь в этом городе, я стал думать, Господь, покажи мне Твое сердце. И вдруг я вспомнил одну историю. Один отец, он хотел занять чем-то свою дочь, чтобы она просто ему не мешала. Он взял листок газеты, разрезал ее на мелкие кусочки и сказал, доченька, пожалуйста, собери газету, как мозаику, чтобы она была как будто один лист. И он думал, что для дочки займет много часов, прежде чем она соберет эту газету. Вдруг буквально через 15-20 минут она сказала, Папа, все готово. И он в действительности пришел и увидел, что газета собрана, как мозаика. И он сказал, дочь, как ты так быстро могла собрать эту газету? Она говорит, папа, это легко. Когда ты держал эту газету и разрезал ножницами на маленькие кусочки, я с той стороны газеты увидел человеческое сердце. И я просто собрала эту картинку человеческого сердца в одно, и все остальное встало на свои места. И тут как будто откровение от Бога пришло для меня. Если в человеческом сердце все встанет на свои места, тогда жизнь человека наладится. Я много думал, чем мы можем помочь Африке, другим странам и континентам. Столько много нужды, столько много проблем. И через эту историю я понял, если человеческое сердце, разбитое человеческое сердце, кто-то сможет исцелить. Вот тогда все будет в порядке. Единственное, кто может это сделать, это наш Господь Иисус Христос. Только Он один может взять разбитую человеческую судьбу. Сердце, которое состоит из маленьких кусочков, полностью разбитые в депрессии. Бог может взять свою руку и полностью исцелить. Вот почему мы и приехали в эту страну с проповедью Евангелия Иисуса Христа. Мы говорим о том, которое исцеляет, спасает и прощает наш Господь Иисус Христос. Рядом со мною очень удивительные лампочки, которые делают здесь в Африке. Позади меня мастерская. И вот эти вот маленькие лампочки, которые они делают из банок, предназначены для того, чтобы служить светильником. Скорее всего, сюда заливается масло, поджигается, и она светит в домах этих африканцев. И я понял, мы должны быть этими светильниками. Может быть, маленькими, но зажженными в темноте, чтобы указывать путь к Иисусу Христу. И сейчас мы просто покажем немножко, как делаются эти лампочки или светильники здесь в Африке. Вначале вот делаются такие вот для того, чтобы зажигать, скорее всего. И вот этот мастер, он ножом разрезает простые банки, которые используют для питья, соды. И из них мастерским путем делают очень удивительные светильники. И каждый раз, когда мы решаем для себя идти проповедовать Евангелие, то есть как этот светильник мы вторгаемся в территорию тьмы. Конечно, дьяволу это не нравится, и он всяческими методами старается остановить Евангелие. Потому что он знает, когда Евангелие будет проповедано до края земли, когда каждый язык или каждое колено услышит об Иисусе Христе, тогда дьяволу придет конец. И он всяческими методами старается остановить, лишь бы мы не проповедовали Евангелие. Этот крусейд, эта компания в Мпанда, Танзания, не было исключением. Мы испытали много противостояний и много победы. И сейчас я хочу узнать или спросить нашего координатора, Дениса Артюшевский, который вместе с командой работали здесь, подготавливая наши крусейды, нашу всю компанию. Привет, Денис. Привет, Виктор. Рад видеть тебя. Вас также. Денис, работая над этим крусейдом, все было не так легко, как иногда кажется на фотографии, на видео большой крусейд, тысячи людей. У нас подготовка началась где-то полтора года тому назад. Да. Да, расскажи, вот как ты с первых рук, ты вот готовил этот крусейд вместе с командой. Расскажи нам. Мы сначала хотели здесь в прошлом году делать эту евангелизацию здесь, но как бы было очень много сложностей, то мы решили оставить на следующий год, в этом году. И мы молились, и как бы Бог открыл двери сюда, это было очень тяжело, из-за того, что здесь очень много проблем с иммигрейшем, очень тяжело, чтобы белые люди сюда приехали, из-за того, что в этом месте есть очень много золота, и белые люди, большинство приезжают сюда, чтобы стащивать это золото. То вот проблемы с государством, с этим, то они даже миссионерам не доверяют, то они очень строго насчет бизнес-виза, визеринг-виза, скажем, если вы берете неправильную визу, они вам могут штраф дать на тысячу долларов и также отправить из страны. И как бы было очень много проблем здесь с местными... С властями. Да. Ну, Бог так открыл двери, что теперь мы друзья с иммигрейшем офисер, head of police, теперь мы можем даже чай пить вместе и общаться просто... Вообще, казалось, что как бы за этому круседу дьявол настолько противостоял, он буквальными разными методами стараться остановить, лишь бы мы сюда не приехали. Помнишь, даже мы купили уже билеты на самолет всей нашей команде? Нас около 40 человек сюда приехало, чтобы проповедовать Евангелие. Вдруг скажи дальше, что произошло? Это было очень здорово. Пошли мы в аэрпорт, и они даже нам не сказали, если бы я сам не пришел туда, не сказали, что самолет не будет лететь. Самолет поломался. И говорят, что его будут ремонтировать несколько недель, если вообще отремонтируют. То мы попробовали найти другие компании. Все другие компании нет места. Что делать? На автобусе нельзя ехать. Нам столько... Некоторые команды приезжают только на неделю. Два дня, чтобы ехать на автобусе, это вообще... Потом два дня назад это... То мы просто молились, посетили, сейчас сказать, нашей команды, которая здесь была, которая в Америке, наши спонсори, те, которые... Партнеры молитвы. Да, мы очень вас благодарим за это, потому что Бог... Но слава Богу, все решилось удивительным путем. Денис наш герой. То есть мы прилетели сюда на самолете. Денис в другой части команды. Взяли большой автобус. Сколько вы ехали, Денис? Около 30 часов. Около 30 часов другая часть нашей команды добирались сюда через джунгли, через... Видели много диких животных. Наши миссионеры первый раз увидели, чего там, зебру, джирафа, обезьян, обезьян, разных коров, зебра. Иногда кажется, что это просто романтика. Вот вы едете на Миссионово, представляете, 30 часов практически без остановки. У вас был кондиционер в автобусе? Мы... Был, но он не работал. Очень много пыли было. С кондиционером, который не работает. В этой пыли миссионеры добираются к нам на евангелизацию, наша команда. И что интересно, меня это поразило. 30 часов, и они приезжают прямо на Крусейд, прямо на евангелизацию. Денис им дал быструю команду, собирайтесь, мойтесь, и все. Я выхожу на платформу, и вся наша команда, где-то 40 человек уже в сборе. Дорогие, молитесь за миссионеров, молитесь за нашу миссию, молитесь за наши команды, что Бог давал нам силу. И мы, кстати, как Денис сказал, благодарим вас, потому что молитва каждого человека это большая поддержка для нас. Бог много может через молитвы. Даже финансы у нас были проблемы, помнишь, мы отправляем финансы. Две недели задерживались, и так один день за два дня приходят, а потом две недели ждем. До Крусейда, как только сюда приехали, и наконец-то финансы пришли все. Представляете? Ну, я верю, что никто и ничто не может остановить проповедь Иисуса Христа. Если мы объединяемся как партнеры, как церкви, как страны, как христиане, мы молимся друг за друга, поддержим друг друга, дорогие, дьяволу он трепещет, и он должен уйти во имя Иисуса Христа. Аминь. Мне нравится, как сказал Райхенбонке, что христианство или церковь это не просто большой корабль развлечений, это спасательная шлюпка, где буквально каждый член команды, начиная от капитана, кончая поваром, занимаются одним важным делом спасение людей. И кто-то может сказать, я слишком пожилой, я слишком молодой. Денис Артюшевский, с которым мы сейчас буквально разговаривали, ему всего 23 года. Бог поднимает молодых людей. Мне очень нравится, что вместе с ними мы стоим на одной платформе, мы проповедуем одно Евангелие, мы вместе учимся друг у друга, мы растем вместе для того, чтобы достичь Евангелия края земли. Один человек зашел в магазин, и он увидел на одной женщине крест, и он спросил, вы христианка? Она сказала, нет, вы что, упаси меня Бог. Он говорит, как это так? Вы носите на себя крест, а для чего вы носите на себе крест? Она говорит, ради украшения. Он говорит, что ради украшения? Вы знаете, что обозначает крест? Крест – это место пыток, место мучения. Как место мучения может быть украшением? Представляете, говорит, если я на себе буду носить цепочку вместе с изображением газовой камеры, где умерли миллионы евреев, как вы смотрите, если я на себе буду носить украшения ядерной бомбы? И вы скажете, какой странный человек. Как это может являться украшением? То же самое и крест. Крест – это место страдания. Крест – это там, где он был мучен, и страдал Иисус Христос. Это не украшает. Но если вы в сердце христианин, если вы осознаете, что значит для вас крест Иисуса Христа, вы носите его, как знак благодарности Богу. Бог, я благодарен за то, что там на кресте. Ты умер за меня. Ты спас меня. Ты оправдал меня. И не только меня, людей вокруг меня. И поэтому я иду и говорю людям о силе креста Иисуса Христа. Сегодня я хочу вам представить еще одного моего сотрудника, евангелиста Марка Морозова. Привет, Марк. Привет. Вместе с ним мы будем проводить небольшие евангелизации для того, чтобы основать новые церкви. Марк, сколько тебе лет? 24. 24 года этому человеку. И представляете, уже сейчас наши вместе с ним рекламы висят повсюду. Вместе с Денисом Артюшевским мы вместе работаем с нашей командой для открытия новых церквей. Если ты думаешь, мне 18 лет, 20 лет, 30 лет, я еще молодой, это как раз время, не правда ли, Марк? Чтобы сделать шаг для Иисуса Христа, для Божьего Царства, для чего-то очень важного, для того, чтобы сделать, поменять этот мир во имя Иисуса Христа. Марк, я хочу задать тебе вопрос о силе крови Иисуса Христа. Мы сейчас говорили о кресте, о страдании Иисуса Христа. Вот в миссии, вот здесь, когда мы вместе работаем, что для тебя, для твоего служения означает крест? Или то, что сделал Иисус Христос там на кресте? Это Иисус Христос свою жизнь на кресте отдал, чтобы у нас было то, что мы видим здесь сегодня, исцеление, свобода и так далее. Хорошо, Марк, вот ты будешь проповедовать, да, мы начинаем крусейд, потом мы уезжаем, ты продолжаешь пробовать Евангелие. В чем состоит главный смысл в еванграционной проповеди? Чтобы люди свою жизнь отдали Христу, чтобы люди для Христу жили и чтобы исцеление было, чтобы свобода была, чтобы те, кто под бесами, чтобы свобода у них была. То есть, другими словами, мы с тобой проповедуем полное Евангелие Иисуса Христа. Иисус спасает, исцеляет, поднимает, дает вечную жизнь. Правда ли? Правда. Но когда ты выходишь на платформу, ты волнуешься? Честно, чуть-чуть волнуюсь, да. Ну, о чем ты больше всего волнуешься? Что люди тебя побьют? Нет, я не боюсь, что люди меня побьют. Я просто боюсь иногда, что сказать, что сделать. Ну, Иисус всегда помогает, Иисус дает слово. Какая твоя самая любимая фраза, когда ты проповедуешь? Есть у тебя любимая фраза? Аллилуйя! Ха-ха! Аллилуйя, братья и сестры! Да. Кстати, одно свидетельство на Круссете, которое было вчера. Один ребенок, которому где-то два года, он был глухонемой, мы молили за него, он получил полное исцеление, он начал слышать и говорить. И самое первое слово, которое он сказал, было Аллилуйя. Я так в своем видеоинтервью назвал. Сегодня было служение под названием Аллилуйя. Слава Богу! Что бы мы ни делали с Марком, с Денисом, с всей нашей командой, мы делаем с одной целью, чтобы в аду стало меньше погибающих, чтобы в раю стало больше спасено для его славы. То есть, Аллилуйя! А сейчас давайте послушаем переживания других наших миссионеров. Что они чувствуют, что они переживают, чем они живут вместе с нами здесь, на миссии. Когда мы проводим служение у анализации в Африке, в частности, в настоящее время здесь, в Танзании, каждый, кто участвует в этих служениях, понимает, что здесь невозможно просто проповедовать Евангелие, так как мы это делаем в западных странах. Здесь люди находятся в огромнейшей нужде. Одна из самых больших нужд, которые можно видеть на каждом служении в анализации, это нужда в исцелении. Люди, которые живут здесь, они находятся в отчаянном состоянии, именно в области проблем со здоровьем. Здесь, как такого здравоохранения, совершенно не существует. Единственное, на что человек может рассчитывать, это Бог, это Иисус, это Его сила для того, чтобы исцелять людей. И на протяжении этого времени, каждый раз, когда мы служили в служении исцеления, я был по-настоящему впечатлен. Во-первых, был впечатлен нуждами людей. Каждый раз, когда я опускался в тысячную толпу и проходил посреди них, возлагая на них руки, молясь за них, я просто видел людей, которые находятся в действительном отчаянии людей, которые прекрасно осознают, что единственное, на кого они могут рассчитывать, это Иисус Христос. Когда я находился среди них, я не думал о себе, я не думал о том, что я могу, я просто видел Иисуса, который во мне. И каждый раз, когда я возлагал руки на больного человека, я понимал, что это не мои руки, руки Иисуса. И когда я делал это, я просто видел удивительные перемены, которые происходили в людях. Даже в их глазах, в их выражениях лиц, я видел, что в них рождалась надежда, в них рождалась вера, и происходили с ними удивительные вещи. И затем, когда мы слушали служение, свидетельство, мы слышали от людей о том, как Бог удивительным образом прикоснулся к них, как они уже на протяжении, может быть, 10 лет, 20 лет страдали от какой-то проблемы, и они просто с нею жили, они понимали, что нет для них никакого выхода. Но когда они приходили на это служение евангелизации, они понимали, что есть Иисус, есть Его сила исцеления, они соприкасались с ней, и происходили удивительные, потрясающие вещи. Бог есть одна, единственная надежда для каждого человека в Его нужде. Первый день Крюсейда, когда мы начали проповедь, началась молитва, демоны начали проявляться. И я к одной девочке пошел, пришел, и реально понял, что девочке 12 лет, и в ней уже обед сидит. Для меня просто жалко, и как бы вот эта война духовная, которая тут, ну, просто что-то зажигает внутри тебя, и ты реально понимаешь, что это дети Бога, и демоны просто над ними издеваются. И когда ты это понимаешь, ты понимаешь, что ты тут, чтобы реально изгонять этих бесов, чтобы привести эту свободу к этим людям. Потому что Африка спасется, Бог очень любит Африку, как у нас любит, Он их любит. И если кто-то хочет приехать на Крусейд, честно отменяю, я вас приглашаю, у вас жизнь изменится на 100%. Я хотела поделиться с тем свидетельством, которое случилось с моей подружкой. Мы зашли в палатку, где молились за демонических людей, и в этой палатке мы молились за одну девочку. Она была очень маленькая, ей было около 5-6 лет. И для меня это было очень шоком, потому что она такая маленькая, и она уже была бесноватая. И я помню, мы молились за нее, мы молились, 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 и потом у нее все ушло. И потом я чувствую в духе, что что-то не так, что-то ненормально. И я говорю демон, который был в ней, я говорю, если ты еще в ней есть, покажи себя. И она начала опять бесноваться. И мы начали еще раз за нее молиться. Мы молились, 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 прямо если она не получила освобождение. Но потом мы хотели спросить ее, что с ней случилось. И мы позвали переводчика к нам и спросили, спросите ее, что с ней случилось. И он нам перевел, сказал, что, когда мы начали за нее молиться, в ней были два демона, которые ее терзали внутри, они ее мучили. Но когда мы за нее молились, эти демоны ушли. Но когда мы перестали молиться, эти демоны вернулись к ней. И она сказала вот так, и сказала, что они связали ей две руки. И она сказала, что она была опять в оковах дьявола. И она сказала, что потом, когда мы начали еще раз за нее молиться, пришел Иисус, и он развязал, он снял те цепи с ее рук. Я была просто в шоке с подружкой, потому что как, я понимаю, что если люди знают про Бога, они знают, они что-то еще могут придумать, но как маленькая девочка посередине Африки, в стране, в которой никто про нее не знает, как она может придумать духовный мир, это придумать невозможно. И для меня это было такое большое свидетельство, как Бог может действовать, и как сильно Он хочет дать им свободу, даже таким маленьким детям, которые находятся в этой черме, в его оковах, Он хочет дать всем свободу. И для меня это было большим свидетельством, что Он сделал в моей жизни. Дорогие друзья, слова Иисуса Христа, молития Господина Жатвы, чтобы Он выслал Делателей на Жатву свою, они очень актуальны сегодня. Бог нуждается в тебе, и Он нуждается во мне, чтобы мы все вместе принесли Евангелие в вашем городе, в вашу церковь, на вашу улицу и до края земли. И моим замечательным, красивым, симпатичным друзьям, сюда, в Танзанию, Африка. Если вам небезразличны погибающие, если вам небезразличны дети, сироты и вдовы, если вы хотите стать частью того, что делает наша миссия восстановления сердец Restoration of Hearts, выйдите на наш веб-сайт www.restorationofhearts.org. Свяжитесь с нами, давайте вместе распространять Божье Царство. Давайте вместе что-то делать для этих людей и для Божьего Царства, для спасения мужа. Божьих вам благословений. До следующей встречи в эфире. Мы любим вас. Когда небеса опускаются на землю, когда Бог проявляется во всей своей славе, то невозможное становится возможным. Наша миссия Restoration of Hearts совместно со миссией SMBS проводит евангельационную кампанию в городе Мпанда, Танзания, Африка. Каждый день, находясь здесь, мы видим Божьи чудеса и знамения. Ну, давайте начнем по порядку. Самым главным мероприятием, конечно же, является основной крусейд, евангельационное собрание. И мы видим, как каждый вечер тысячи человек посещают наше служение на стадионе, чтобы услышать живое Евангелие Иисуса Христа. Каждый вечер мы видим, как сотни, тысячи людей каются в своих грехах и посвящают свою жизнь и Богу. Затем мы молимся за больных людей. И к нашему большому изумлению, Бог показывает свою славу, как в деянии святых апостолов. Бог исцеляет людей от различных болезней. Мне особенно запомнился маленький мальчик, которому было где-то всего два года. Он был глухонемым. Бог открыл его уши, открыл его уста. Дорогие, самое первое слово, которое он сказал, было «Аллилуйя». Я могу озаглавить все наши служения, которые проходят здесь, одним словом «Аллилуйя». Слава Богу! Бог марширует, Бог делает свои невероятные, сверхъестественные вещи. Но наша компания состоит не только из крусейда. Мы кормим вдов, мы кормим сирот. Наши миссионеры работают с детьми, проводят детские евангелизации. Мы стараемся сделать все необходимое, чтобы люди этой местности получили как духовную пищу, так и физическую пищу. Буквально скоро мы выезжаем по селам открывать две новых церкви. Дорогие, будьте с нами, молитесь за нас, поддерживайте нас. Давайте станем частью Божьей работы, которую он делает вокруг земного шара. Вместе с вами был Виктор Каратеев, Restoration of Cars Ministry и SMBS. Пусть Бог благословит вас! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok